Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для портала экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание третьей главы первого послания святого апостола Петра. Как мы уже говорили с вами ранее, апостола Петр касается многих тем, актуальных для христиан. И, конечно же, одна из важных тем – это семейная жизнь. И он не может обойти ее стороной. Надо понимать, что апостол Петр рассматривает семейную жизнь христиан именно в той специфике, которая была характерна для того времени. В чем заключалась эта специфика? Христианство проповедовалось на территории Римской империи и с разным успехом, но этот успех касался не только каких-то больших масс народа, но в том числе и таких небольших групп населения. И, конечно же, успех проповеди по-разному отражался на семье человека. Например, кто-то уверовал во Христа, а кто-то не уверовал. «Муж верующий, жена неверующая» или наоборот. Как ни странно, но апостол Петр начинает с того, как именно вести в такой ситуации себя жене, которая имеет неверующего мужа. И, в общем-то, нам это странно, почему прежде всего как будто бы какие-то особые обязанности возлагаются именно на женщину. Но мы должны понимать, что в общественной иерархии того времени, хотя и были определенные роды исключения, они в основном были связаны с тем или иным материальным достатком женщины, но по большей части в семье женщина находилась не только в подчиненном, но часто зависимом положении. И поэтому то, как ей правильно себя вести, ей христианке в семье, где не все верующие, это было очень важно понять. И какой совет дает апостол Петр? То есть, в конечном счете, к какому утверждению, как к фокусу сходятся все его советы? Что единственная эффективная и правильная проповедь христианства в своей семье для супруги – это проповедь с собственным примером. Причем апостол Петр подчеркивает это не словами, а с собственным примером. Давайте прочитаем некоторые строки из послания апостола Петра. «Так вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову», словом апостол Петр называет христианское учение или Евангелие, «жизнью своих жен без слова приобретаемы были». Ну, имеется в виду, как бы приобретаемы для веры, для Христа. «Когда они увидят ваше чистое и богобоязненное житие». И дальше апостол Петр рассуждает о том, какой должен быть внешний вид христианки, которая должна заботиться именно не о внешнем убранстве, но прежде всего, чтобы супруг, оценив ее внутренние качества и, связав эти качества с ее христианской верой, смог сделать выбор в пользу христианской веры, чтобы пример такой супруги мог показать красоту веры и красоту христианства. Вот о чем говорит апостол Петр. И надо сказать, что действительно, со всех точек зрения, и с библейской, и в определенной степени, с точки зрения человеческой психологии, даже в самых, скажем так, простых проявлениях, этот совет очень важный, потому что супруги все-таки изначально равны друг другу. И в данном случае, когда супруги начинают поучать друг друга, пусть даже это касается каких-то бытовых моментов, это не всегда бывает хорошо. Всегда хорошо и приятно, когда супруги советуются друг с другом, а не поучают друг друга. Тем более, если мы будем делать скидку на, как я уже говорил раньше, на, скажем так, социальную ситуацию того времени, то это становится еще более актуальным. И нужно понимать, что супруг ни в коем случае не должен был свой приход ко Христу именно связывать с тем, что он покорился своей жене. Да, такое может быть, и, может быть, если в какой-то семье супруга очень активно, а муж, может быть, несколько мягкотел, такое может произойти. Но это не будет подлинным приходом к вере, который вырастает из внутреннего чувства необходимости жить со Христом. А вот это чувство может проводить в человеке только другой положительный пример. Когда супруг увидит свет благодати в лице своей жены, то, конечно же, он не сможет так или иначе не откликнуться на это. И понятно, что апостол Петр поступил бы здесь неправильно, если бы не сослался на какой-то ветхозаветный пример. И в данном случае он ссылается на брак Авраама и Сары. Так и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. А вы, ее дети, если делаете добро, то не смущайтесь ни от какого страха. Естественно, что для христианки апостол Петр предлагает следовать примеру, библейскому примеру Сары. Но мы понимаем, что если бы речь шла только об обязанностях жены, то вряд ли бы можно было точку зрения апостола Петра назвать здесь объективно, ведь он хочет спасения и пользы всем членам христианской церкви. Поэтому он обращается с наставлением к супругам. Очень интересно, в каком ключе он начинает рассуждать. И опять-таки мы подспудно чувствуем, что он прекрасно понимает ситуацию отношений именно в то время. и пытается объяснить супругу, что когда речь идет о вере, вступают действовать какие-то другие законы, не общественной жизни, а законы христианские. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. А что значит благоразумно? То есть нельзя использовать в собственных корыстных манипулятивных целях ту заповедь, которую только что апостол Петр дал женам, чтобы они поминовались своим мужьям. Это дано не для манипуляций, не для достижения каких-то своих эгоистичных потребностей. Нет. Поэтому обращайтесь благоразумно. Как с немощнейшим сосудом. Если более понятно, здесь перевести на русский язык, самый хрупкий сосуд. Апостол Петр очень точно характеризует состояние супруги. И, может быть, и ввиду разности человеческих характеров, не каждую женщину можно давать хрупким сосудом. А апостол Петр это говорит мужьям, чтобы, как бы то ни было, они понимали, что перед ними супруга, который очень хрупким сосудом, который очень легко повредить, сломать, которому очень легко нанести боль. Иными словами, апостол Петр убеждает христианских мужей понимать своих жен и понимать психологию своей супруги. Не судить о ней по себе, по своим мужским меркам. Как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Супруг супруге должен оказывать честь. Что здесь имеется в виду? Что значит честь? Отдавать честь? Или что стоит за этими словами? То есть, соответствующее уважение, как равный себе. Потому что в, скажем так, понятийном ряду библейских тебринах честь воздается, в том числе, как правило, даже высшему. Но здесь, поскольку речь идет о супругах, апостол Петр пытается выровнять, может быть, те, скажем так, сложившиеся бытовые пороки, когда иногда женщина чрезвычайно находилась в зависимом положении, и христианская вера должна была изменить в том числе и эти отношения. Оказываем честь, а на каком основании? Почему? Как сонаследницем благодатной жизни. Почему я должен уважать свою супругу? Потому что она, так же, как и я, наследница вечной жизни. То есть, мы вместе должны оказаться в Царстве Божьем, и она будет со мной. Поэтому надо обращаться к ней благоразумно и воздавать честь. Дабы не было вам препятствия в молитвах. Вот это очень интересный совет, который дает апостол Петр мужьям. Оказывается, супруг, который обижает свою жену, не обращается к ней благоразумно, не воздает ей честь, не понимает всю хрупкость женской души, и обижает. Вот у такого мужа будут препятствия в молитвах. То есть, Господь не ответит на его молитву, Господь не примет его молитвенную жертву. И очень интересно, что если советы в отношении жен, они, в общем-то, сводятся только лишь к проповеди собственным примером, примером собственной жизни и скромности, то, как мы видим, хотя в отношении мужа сказано меньше, но здесь каждая строчка, каждое словосочетание, оно подразумевает какую-то отдельную обязанность. В этом смысле обращение апостола Петра к мужьям, оно выглядит наиболее насыщенным и информативным. Не могу не провести здесь параллель с богословием святого апостола Павла, который тоже говорит о необходимости, чтобы жены слушались своих мужей, как он пишет в послании к Ефесинам. Но в отношении супруга апостол Павел требует жертвенной любви в отношении своей жены, по примеру того, как Христос предал себя на страдания за церковь. Поэтому мы можем видеть, что здесь богословие двух апостолов в увленной степени пересекается. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Возникает естественный вопрос, а к чему эти наставления? Может быть, кому-то они покажутся банальными, дежурными. То есть, иными словами, будьте хорошими, говорит апостол Петр. Но ведь мы понимаем, что все здесь не просто так, и у этих слов есть определенный смысл. Какой же все-таки? Первая причина о том, что апостол Петр вынужден напоминать об очевидных для христианина вещах, это именно то, что в человеческом сознании, и, в общем-то, на примере язычества это было видно очень хорошо, что религиозность не всегда имеет свое выражение в неких нравственных, этических поступках. Вне всякого сомнения, язычники были крайне религиозны. Но и апостол Петр, и вот очень крысно-речиво апостол Павел в первой главе послания к именам, он как бы вскрывает пороки языческого общества. Поэтому религиозность автоматически не значит нравственность. Та же опасность она подстригала и христиан, как иудеев, так и христиан из язычников. Поэтому апостол Петр считает необходимо напомнить об этом. Вторая причина этого, она заключается в том, что на протяжении всего послания, мы об этом уже говорили, апостол Петр постоянно обращается к теме гонений на христиан. Он развивает на протяжении всего послания особое богословие мученчества, то есть как христианин должен относиться к гонениям. И была опасность, что в период гонений христиане могли ожесточиться как в отношении своих гонителей, так и в отношении друг к другу. Потому что ненависть и страдания, они могут менять характер человека, в том числе и в отрицательную сторону. Поэтому, как казалось бы, в общем-то, знакомые, понятные для нас слова, конечно, в контексте того времени, церковной жизни того времени, они звучали со строк послания очень и очень актуально. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и устат лукавых речей». И далее до 14 стиха апостол Петр цитирует слова 33-го псалма. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Если сострадаете за правду, то вы блаженны, о страхах не бойтесь и не смущайтесь». Вот к чему все эти напоминания о благочестивом поведении. «Страдайте за правду, вы блаженны, но не ожесточайтесь, не меняйте своего христианского нрава, несмотря ни на что». Здесь мы видим парадоксальную фразу. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Но очень часто и христианские мученики тому пример, что именно ревнитель добра получает зло. Как здесь быть? А апостол Петр здесь использует слово «зло» в его буквальном значении. Именно как грех, как падение, как нравственное падение, как преступление заповеди Божией. Поэтому если вы будете искренне ревновать добру, никто вас никогда не заставит согрешить. Потому что какой-то христианин мог сказать, а вот я вижу со стороны неверующих людей ненависть, неприязнь ко мне. Как я могу в ответ любить? Как мне сохранить благочестие? А ведь очень часто для христиан гонения были связаны не только с телесными страданиями. В общем-то, жизнь мученика могла на этом просто закончиться. Но иногда для гонимых христиан была характерна так называемая гражданская смерть. То есть, когда человека не убивали, не пытали, но он лишался, в том числе и согласно римским законам, всего своего имущества и своего иногда привилегированного общественного положения. И когда ты голоден, когда у тебя ничего нет, человек может тебе сказать, если я хочу есть, а денег у меня нет, значит, я могу украсть. Например, и вот понимая всю сложность этой ситуации, апостол Петр просит христиан, пожалуйста, никто вас не заставит согрешить, если вы не захотите, будьте искренне следовать добру. И никакие жизненные обстоятельства здесь вас не оправдают. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Вот если вторая часть этого стиха, она понятна, апостол Петр призывает нас к тому, чтобы мы знали свою веру и могли любому человеку свою веру объяснить, дать отчет в своей надежде, в своем уповании. А что значит светить Бога в своих сердцах? То есть можно осветить человека, мы понимаем, когда Бог освящает человека. А что значит светить Бога в своем сердце? Если попытаться перевести более точно, то в этом стихе содержится следующий смысл. Светить Бога в своем сердце, это значит хранить божественную благодать в своем сердце, хранить веру в Бога в своем сердце, как величайшую для себя святыню. Вот такой прямой смысл этих слов. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе, житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Апостол Петр опять возвращается к теме гонений на христиан. «Христос, чтобы привести нас к Богу, пострадал за наши грехи, праведник за неправедных». Вот основание слов Петра, что лучше пострадать за добрые дела. Не в смысле просто абстрактно лучше, а просто потому, что Христос так поступил. И, следовательно, страдающий за добрые дела становится похожим на Христа. И, как мы видим дальше в послании апостола Петра, такой человек обретает особую духовно-мистическую связь со Христом, поступая так, как он поступал. «Он, быв умерщен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни ноя». Вот очень важная, очень интересная цитата, которую следует разобрать более подробно. Если передавать общий смысл, то есть речь идет о том, что Христос, когда умер, сошел своей душой во ад и в аду, в преисподней, проповедовал спасение и воскресение, которым он, то есть своим духом или своей душой, находящимся в темнице духом, сойдя проповедовал. А что значит фраза? «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни ноя». А здесь, на самом деле, на частном примере библейской истории речь идет о тех людях, которые находились в аду, не будучи людьми праведными при жизни. А мы знаем, что до воскресения Христа даже праведники сходили во ад. Но понятно, что если Христос сходит и проповедует в ад и выводит оттуда души праведников, это как бы для нас понятно и естественно. Но апостол Петр говорит именно о том, что эта проповедь воскресения и спасения одна предназначалась для грешников Ветхого Завета. То есть в том числе для тех, которые раздражали долготерпение и милосердие Божие и погибли в водах потопа. Но я опять-таки повторюсь, что здесь используется особый прием, когда на каком-то частном примере какой-то отдельной группы грешников говорится о, на самом деле, о всех людях, которые жили до Христа и умерли в состоянии своих прегрешений и пороков. В чем смысл вот этой проповеди, этого сошествия Христа во ад? Кстати, хочу сказать, что наша традиционная икона воскресения, сошествия Христа во ад, конечно же, в своей основе имеет слова апостола Петра. И, пожалуй, послание апостола Петра в единственном завете, где прямо говорится о сошествии Христа во ад после своего воскресения. Но, как ни странно, продолжение этой темы, она получает в следующей главе. И это важно именно потому, что в следующей главе будет сказано, а все-таки зачем нужна была проповедь в преисподней и, более того, для грешников. И вот в четвертой главе, в шестом стихе сказано, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвершись суду по человеку плотью, то есть, будучи наказаны смертью за свои злодеяния, как вот, опять-таки, люди, погибшие в Ноевом потопе, жили по Богу Духом. То есть, смысл этой проповеди Христа нужен для того, чтобы ветхозаветные грешники стали жить для Бога. И если мы с вами обратимся к традиционному церковному, сатоитическому пониманию этого момента, то, конечно же, мы найдем много свидетельств, где будет сказано о том, что ад после воскресения Христа опустел. То есть, все, кто приняли проповедь Христового воскресения и спасения в аду, их Господь вывел всех из ада. Именно так следует понимать то, что эти люди получили возможность жить для Бога Духа, потому что жить для Бога Духом и жить для Бога можно только в райском состоянии. Эти толкования святых отцов, они относятся именно к моменту воскресения Христа. Не совсем справедливо их относить к будущей, грядущей жизни, где, как мы знаем, все-таки, согласно нашим представлениям, мучения, они тоже по-своему вечны. Мы сейчас не будем подробно касаться этого вопроса, но хочется внестись в определенную ясность. Когда святые отцы говорят, что ад опустел, речь идет именно о моменте воскресения Христа. Для тех, кому интересно более глубоко и подробно погрузиться в эту тему, а поверьте, здесь есть о чем поразмышлять, и я думаю, что каждый из наших зрителей, он может сделать для себя определенное открытие. Я хочу сослаться на очень хорошую книгу. Эта книга называется «Христос, победитель ада». Автор этой книги митрополит Иларион Алфеев, где собрано огромное количество свидетельств Священного Писания, прежде всего Святых Отцов, о том, как в церковной традиции восточной и западной понимались и воспринимались, и толковались эти слова апостола Петра о сошествии Христоват и о цели этого сошествия. Итак, вернемся к третьей главе. «Водни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Да, апостол Петр, вот продолжая тему проповеди грешникам в аду, он ссылается, например, Ноя. «Так и нас ныне, подобное сему образу, крещение, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Вот действительно поразительные устраиваются исторические параллели. Мир первых людей, первая человеческая цивилизация погибла в водах потопа. Но все-таки Христос не оставил падшее человечество и нашел способ спасти даже этих людей. «Так и мы, погружаясь в воды крещения, омываем в себе грех». То есть, интересно и необычное в этом смысле сопоставление событий потопа с принятием Христины крещением. Хотя здесь нет ничего удивительного, поскольку в крещении мы, как считается, умираем для греха, становимся мертвыми для него. Интересно и то, что апостол Петр дает как бы определение крещения, которое отражает один из, конечно, не все моменты, но один из важных моментов принятия нами христианской веры. Что крещение — это не плотское нечистотое мытье, то есть не мытье ванной, но обещание Богу доброй совести. Вот здесь есть очень интересный момент, поскольку иногда, основываясь на этой цитате, говорят, что раз крещение — это обещание Богу доброй совести, а, следовательно, младенец не может ничего обещать, то и крестить младенцев не следует. Ну, первое, на что бы я хотел обратить внимание, что в этих словах не дается исчерпывающего определения крещения, отражается лишь определенный момент. Второе. Крещение мы воспринимаем как духовное рождение, поэтому здесь не все дело в психологии человека. Иначе можно было просто сказать, «Господи, завтра в шевня я буду вести себя хорошо». Нет, крещение — это не только психологический перелом, это вхождение в жизнь человека новой божественной жизни. И мы хотим, чтобы наши дети, которые не являются по природе атеистами, они это пережили, они имели эту силу и благодать Христову. И третий момент, он связан с особенностями, с интересными особенностями перевода этого момента, поскольку греческое слово «эперотима», которое здесь употреблено, оно может переводиться двояко. И как обещание Богу доброй совести, и как вопрошание, просьба у Бога доброй совести. Поэтому крещение — это не только, когда мы обещаем. Что мы можем обещать? Ведь только с Божьей помощью мы можем что-то сделать. А мы просим у Бога, «Господи, дай мне эту добрую совесть, дай моему ребенку, которого я крещу, эту добрую совесть, который, восшед на небо», то есть Христос, «прибывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, власти и силы». Завершает эту главу апостол Петр говорит о вознесении Христа. И тем самым завершает вот этот ряд описаний спасения, который привез Христос, «Сошествие и его крестные страдания, праведник за неправедных, сошествие душой во ад, его воскресение и его вознесение». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok